Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, из Финляндии. Я пришла к новому магазину Гигант. Магазин переезжает вот на моей истории уже третий раз. Он сначала заехал, как говорится, в старое здание, потом они построили новое. И вот сейчас снесли рентула и построили, как говорится, посреди Лия-Лахти, где живу я. В Тампыри, в спальном районе, вот такое новое красивое здание. Но пойдем посмотрим, как говорится, обзоров я никаких не делаю. Если какие-то цены интересуют, оставляйте скриншотик. О, какая прелесть! У входа фотографии на паспорт. Это сейчас очень актуально. Фины тоже сейчас многие хотят делать паспорта. Два года многие сидели дома, паспорта постарели. Вернее, как говорится, вышли из употребления. Поэтому вот, будьте любезны, 9.90 автомат для паспорта в фотке. Что-то я совсем стала заговариваться. Ну и у входа вот вам напитки. Я, по-моему, такой напиток пробовала один раз в жизни или два, прошу прощения. Я такое не пью. Но я знаю, например, на моей работе, девчонки все молодые, сутрица вот такое хлебают. Я даже не знаю, какой это вкус. Товара много. Я пришла в воскресенье. Пришла только из-за того, что в воскресенье всегда меньше народа. Сейчас очень тепло. Конечно, люди уезжают на даче. И видите, здесь прямо вот такой геймс. Прямо если кто-то, молодежь приходит играть. Да, здесь видите, и стулы, будьте любезны, и так далее, и так далее. Я, к сожалению, в технике настолько профан. У меня нету никакого технического образования. Я не разбираюсь. Хорошо, плохо, дешево, дорого. Если вы вот такие знатоки, будьте любезны, останавливайте. Ну, например, моя камера 389 евро, она подорожала. Я платила за камеру, вернее, мой муж. И когда я начала блогинг, мой муж вот купил мне такой канон. Я снимаю многие. Эту камеру видели, когда я снимаю примерки. Ну, и несколько месяцев я снимаю только телефонов. И телефон у меня тоже самый, как говорится, обыкновенный. Даже не знаю, вот эти цены я смотрю, что это дорого. Дешево, где-то, может быть, еще дороже или дешевле. Я вот так общим планом покажу. Я знаю, что у меня есть такие знатоки на канале, которые наверняка и диссертацию могут защитить. Вот поэтому по всему. Ну, я пришла, так как говорится, поглядеть, посмотреть. И своему мужу говорю, ну-ка, давай ты вот разбираешься, нажми, открой. Видите, вот такой телефон я видела только по телеку. Показывали рекламу. Ну, здорово, да. Вот живьем тоже мы увидели. И вот это тоже по телеку реклама идет. Сейчас, конечно, рекламируют много. И у меня, например, подруга, хоть у нее нет денег, она работает сейчас только 15 часов, но меняет телефоны. Вот как новая модель выпускается. Она сразу покупает. И я у нее раз спросила, так, а старые телефоны где, куда ты продаешь, меняешь, сдаешь обратно. Непонятная система. Ну, вот человек помешан на этих телефонах. Я не знаю. У меня самый дешевый телефон, по-моему, 100 евро я заплатила. И, как говорится, слава богу. Ну, почему нет? Если есть деньги, почему бы не купить? И вот этот арку Пакастин, я когда приехала в Финляндию, больше 30 лет назад я знала, что арку это по-фински гроб. И когда вот такое я услышала, морозильник в виде гроба, я была в таком ужасе. Ну, да, арку Пакастин, вот можно точно так же, как говорится, назвать. Холодильников большое, большое количество. Да, конечно, теперь, видите, только кошелек открывай, есть все, что вы хотите. Когда я снимаю видео и показываю, что у меня сломался холодильник, мужчина спросил, Оля, почему вы не показали холодильник целиком, сколько камер и так далее. Народ, у меня есть обзор «Моя кухня». Там я показываю это фестиво, это финский холодильник, и у меня винный кулвер тоже. То есть я все это показываю, на канале есть обзор, никакая не проблема. Ну, и так как я сорока ворона, вот такое итальяно веро, настоящая итальянская сантехника, конечно, не могла не остановиться. Народ, есть вот такие, как я, которые идут мимо, и если что блестит, конечно, голова просто на 180 градусов. И сейчас много вот таких интегрированных, то есть если ты в гостях, ты даже не знаешь, где холодильник, где, как говорится, что, потому что все вот так сплошное. И когда я показываю, делаю обзор в магазине, где продают кухню, тоже вот эти плиты, микро и так далее, которые теперь все это интегрировано. Да, красиво, почему нет? Я, конечно, такое не имею, но всегда интересно остановиться. Вот этот аппарат я увидела первый раз. Мой муж сказал, подойди с ними, мы тоже такое никогда не видели. Как можно, не открывая бутылку, налить фужер, и потом опять бутылку закрыть. Вот специальное устройство. Бог ты мой, чего только не придумают. В жизни я такого не видела, не знала, что вот такая прелесть есть. Ну, здорово, да, что вот, как говорится, придумают. И этих винных кулвери, вот, пожалуйста, будьте, как говорится, любезны, и побольше, и поменьше. Ну, они маленькие, у меня, конечно, с рост человека, ну, и цена у них вот такая. Да, это, конечно, никакой не бюджетный шоппинг. Ну, с другой стороны, ты же такое покупаешь не каждый день. Если ты покупаешь, тратишь деньги, конечно, хорошего качества нужно покупать. И мне кажется, сейчас модно люди хотят вот такое купить. Вот это мое фестиво. Но единственное, здесь он маленький, только на 25 бутылок. 1549. Да, весь рост человека будет стоить в два раза дороже. Ну, да, так приблизительно они и стоили. Ну, и я тут королевишна, вот, прямо как говорится, сработаем. И вот эти малюсенькие холодильнички тоже видела в рекламе. Какая милота. Это для банок. Да, может быть, кто-то посмеется. Видите, теперь сколько всякого вот такого, скажем, может быть, и ненужного. Ну, если какая-то дача, и вот дети хотят свою комнату с банки, с Кока-Колой, с Фантой и так далее. Здорово. Ну, и стоя у стиральных машин, я вспомнила наш советский фильм. Какой сыр сегодня? Какой завезли? Завезли. То есть, пашихонский, российский. И, по-моему, был копченый. Вот три вида сыра было. Ели и, как говорится, не хрюкали. Теперь, видите, только кошель открывает, слишком много всего. Ну, и у кофейной машины я тоже остановилась. Здесь, видите, сделано вот так фейки. Что, когда ты покупаешь эти капсулы, приблизительно будешь знать, в какую чашечку ты это все будешь варить. Очень много красивого. Продавцы не накидывались в этот раз. Можно было спокойно походить, поснимать. Видели, что я тусуюсь, смотрю, трогаю. То есть, все очень, как говорится, доступно. Раньше они прям ходили хвостом. И до чего бы ты не дотронулся, что обязательно вот это вам тоже нужно домой понести. Вот эти фены рекламировали, наверное, уже все ютуберы. Я такого фена не имею. Но вот опять золотая бутылка. Ну, вот что с собой ты можешь поделать? Ну, и мой сказал, посмотри, цена. Вот здесь эти цены. 29,90 бутылка, стаканчик. Да, ну, красивая. Да, 30 евро. Вот такую бутылку, чтобы носить воду. Конечно, очень красивая эта бутылка. И почему вот этот Лиалахти так развивается? Конечно, я из своего спального района могу просто не выезжать. Вот это здание будет ломаться. Оно должно было ломаться и раньше. Но в связи вот с этим насморком все это перенеслось. Это здание тоже сломается. И там будут новые комплексы. Здесь мы проезжаем мой любимый Токман. Бюджетный шопинг. Лидл остался с правой стороны. С левой стороны у нас Призма. Призма. Здесь у нас АСКО и ИСКО. Мебель магазины. И хоть я живу вот в таком спальном районе, но я всегда говорю, застройка идет, ведется вот так. Лисок, лесок, вода. Потом жилые дома. Потом опять лесок, лесок, вода. И опять жилые дома. То есть никто не хочет жить в Финляндии в каменном мешке. Конечно, люди хотят зелень. Люди хотят природу. Ходите вы с собачкой, с детьми, с палками. Бегаете вы на длинные или на короткие дистанции. Конечно, все хотят жить вот так, среди этой зелени. Ну и никаких, конечно, 20-этажных домов этой ежику, понятно. Финляндия маленькая страна. Чуть больше 5 миллионов, конечно, люди хотят жить вот так комфортно. Ну и в моем районе, конечно, есть все в этом плане. Это шикарно, что можно купить, начиная с обуви и так далее, и так далее. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампы. Всем физкульт-привет!